Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, это видео, о котором я думал очень долгое время. Стоит ли мне его делать или лучше нет. Я продаю весь свой биткоин, закрываю все свои трейды, продаю все свои альткоины. Вы, наверное, думаете, да это просто шутка, типа как на 1 апреля. Но вы ведь знаете, что сейчас не апрель. Ну что, что, о чем я хочу рассказать вам? Это то, когда я продам все свои активы, закрою все свои трейды, выйду полностью из крипта. Знаете что, дайте-ка я выйду на улицу, поднимусь наверх. Опять же, есть какое-то количество, которое я не продам никогда. Может быть куплю какие-нибудь акции, недвижимость и так далее. Но какую-то часть биткоина я буду всегда держать. Потому что я зашел в него не только ради технологии, но и ради нарратива. Против фиатных валют и против центрального банка. Это никогда не изменится. Неважно, пойдут цены наверх или вниз, будет существовать фиат или нет, это не изменится. Таким образом, будет часть, огромная часть моего портфеля в биткоине, которую я буду продавать. Давайте-ка я поднимусь, потому что звук здесь не очень. И так же, в один момент я полностью закрою свои трейды. И вы знаете, мои трейды это трейды позиционные, сейчас у них значительная прибыль. И как минимум, основываясь на моих расчетах, на них будут еще миллионы долларов прибыли, когда я соберусь их закрывать. Но когда же конкретно я буду их закрывать? Я расскажу вам про точный день, точный момент, секунду, в которую я закрою трейды. И я уверен, что это будет очень точный момент. Я сделаю это все на самой вершине, с большой вероятностью. Как минимум близкой. И так, давайте перейдем прямо к сути. Но перед этим, да, мои господа, прошу вас поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Я понимаю, что это не самое обычное видео. По крайней мере, не то, что я записываю обычное. Но я хочу, чтобы вы все понимали. Я хочу, чтобы вы услышали эту информацию, потому что вы мое сообщество. И я даже не знаю, хочу ли я, чтобы это видео стало вирусным. Не знаю, хочу ли я, чтобы кто-нибудь его увидел. Но хотя бы наше сообщество его увидит. Услышит эту информацию. Окей, давайте перейдем прямо к сути. И, кстати, посмотрите, какой прекрасный вид у меня на крыше. Тут прекрасно, и я хотел с вами этим поделиться. Не хочу сидеть в темной комнате внизу. Но, к сожалению, мы немного пропускаем закат. Как видите, солнце там на заднем плане немного светится. И есть совсем небольшая дыра, через которую можно увидеть всю красоту божественного создания. Все это сияние. Просто прекрасно. Даже несмотря на то, что солнце не видно, можно насладиться этим видом. И выглядит это прекрасно. Окей, давайте перейдем прямо к сути. Итак, на прошлом бычьем рынке у меня были легендарные трейды. И если вы подписаны на мой канал, вы знаете, что у меня сейчас также открыты трейды на биткоине, а также на эфириуме. И прямо сейчас на них семизначная прибыль. То же самое у меня было на предыдущем бычьем рынке. Люди спрашивали меня, Крис, как ты вообще это делаешь? У меня были трейды на биткоине, эфириуме. На них были миллионы долларов прибыли. И да, между этими трейдами я терял что-то. Несколько сотен тысяч долларов. Но такова моя стратегия, ребята. Я планирую, когда заходить в эти трейды. И когда выходить из трейдов. Но в этот раз я научился на тех ошибках, которые совершил в прошлый раз. Потому что тайминг, когда я выходил из трейдов, был не идеальным. Ну что ж, мы всегда учимся на ошибках. Когда-то кто-то умный сказал. И да, я понемногу подхожу к сути. То, что существует три разных типа людей. Люди, которые учатся на ошибках других, это самые умные люди. И, к сожалению, я к ним не отношусь. Затем, конечно же, есть люди, которые учатся на своих ошибках. И есть люди, которые не учатся на ошибках вообще. Так что, даже если мы совершаем ошибки, нам нужно быть достаточно умными для того, чтобы научиться на этих ошибках. Так что, да, я заходил в трейды на прошлом бычьем рынке. Все было идеально. И на этом рынке я также идеально зашел. Аж на 17 тысячах. На предыдущем бычьем рынке на 9 тысячах. Прямо перед бычьим рынком. А сейчас вопрос следующий. Когда же выходить? Можно высчитывать все по-разному. Конечно, есть уровни Фибоначчи. Есть уровни прорыва долгосрочных месячных паттернов. Есть также аналитика блокчейна, которую также вы можете использовать. МВРВ, долгосрочные холдеры, соотношение прибыли, все эти вещи. Это все замечательно, и я буду использовать эти вещи на этом канале. Так что обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Но есть одна метрика, о которой вообще никто не говорит. Если я не прав, оставьте ссылку внизу в описании. Тогда вы докажете, что я не прав. Потому что я никогда не видел, что кто-то об этом говорит. По моему мнению, это просто идеальная метрика, с помощью которой можно определить конец бычьего рынка. И это, мои господа, ставки финансирования на биржах. На Bybit, на Binance. Неважно. На данный момент я возьму во внимание Bybit. Но на самом деле совершенно неважно, на что вы будете смотреть. Прошлый бычий рынок закончился, когда ставки финансирования в день, и их забирали на Bybit где-то три раза в день, превысили один процент в день. То есть если у вас был открытый трейд на один миллион долларов, верьте мне или нет, вам пришлось бы в тот момент платить 10 тысяч долларов ставок финансирования каждый день, просто чтобы ваши лонг-позиции были открыты. Нам нужно понимать механику, которая работает здесь. В ставках финансирования лонги оплачивают шорты, а шорты оплачивают лонги. Так что когда цена биткоина растет, все больше и больше людей, долгосрочных трейдеров, запрыгивают в вагон гораздо позже, чем мы. Мы, конечно же, открываем трейды гораздо ранее. Они запрыгивают в вагоны, открывают лонг-трейды, получают прибыль, рассказывают своим друзьям. Еще больше людей открывают лонги. И со временем появляется все больше и больше лонг-позиций, и все меньше и меньше шорт-позиций. Все больше и больше участников рынка стимулированы открывать лонги, просто потому что цена биткоина растет, и благоволит им. Все это постепенно увеличивает цену биткоина, и они заходят в лонг-позиции. И поскольку появляется все больше лонг-позиций, и все меньше и меньше шорт-позиций, ставки финансирования растут. Появляется больше лонг-позиций, меньше шорт-позиций, и, конечно же, лонги платят за шорты. Таким образом, лонги платят позитивные ставки финансирования. При этом холдеры шорт-позиции получают оплату за то, что открывают шорт-позиции. Все это потому, что биржи стараются создать что-то типа баланса. Таким образом, на бычьем рынке вас стимулируют открывать шорт-позиции для того, чтобы получить комиссию каждый день. Таким образом, когда мы видим ставки финансирования больше процента в день, это получается ставка финансирования где-то 0,33%, если ее забирают три раза в день. Получается, что у нас очень много лонг-позиций. Очень многие люди запрыгивают в лонге, если это сочетается с долгим принятием биткоина, когда биткоин идет только наверх. И при этом у нас больше процента берут за ставки финансирования в день. Можете проследить за этим на любой бирже в панели управления. Тогда, дамы и господа, я буду знать, что забег подходит к концу, что забег действительно оканчивается. В момент, когда мы будем получать 1% ставок финансирования, как раз таки на последнем бычьем рынке так и было. Тогда, кажется, биткоин достиг 50 тысяч долларов, и разворот рынка занял совсем немного времени. Так что, когда мы в этот раз дойдем до таких же процентов, именно в этот момент, буду забирать примерно 2 раза в неделю, может быть 3 раза в неделю, по 10% из своего трейда, пока он полностью не будет закрыт после 3-4 недель. Потому что это, дамы и господа, будет самая последняя фаза грядущего бычьего рынка. И в этот раз, из-за большей взрослости биткоина, все-таки проценты у нас со временем уменьшаются, так же как на биткоине, так и на альткоинах. Так что я буду закрывать некоторые свои долгосрочные сбережения. И не только на биткоине. Проинвестирую в недвижимость, возможно в акции и так далее. Это был мой план с самого начала. Я зашел на крипторынок в начале 2017-го. Возможно, примерно в 2024 году это произойдет. То, о чем я говорю сейчас. Для меня получается 7-8 лет. Для меня это будет самое время для того, чтобы диверсифицировать все в недвижимость, а также в акции. Но не забывайте про то, что я биткоинер. И я всегда буду оставаться биткоинером. Я буду держать свою часть биткоина. В общем-то, довольно значительную часть. И не собираюсь его никогда продавать. Буду жить с ним. Возможно, отдам кому-то будущим поколениям и так далее. Вот такой у меня план. Дамы и господа, напишите, что вы думаете об этом. Если вы хотите присоединиться ко мне на этих трейдах, делайте это ответственно. И только если вы опытный трейдер. Только в этом случае вы можете перейти по ссылкам внизу в описании. По ссылкам на Bybit и другим также. Кликайте, регистрируйте, сделайте депозит. Сможете получить замечательные бонусы на депозит. Или, возможно, 1000 долларов бесплатным трейдом. Все это будет находиться внизу в описании. Только по моим ссылкам. Огромное спасибо за просмотр, за все ваши лайки, подписки и комментарии. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, пока-пока.